Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей полуострова с Днем Республики. Этот праздник, по его словам, объединяет все многонациональное крымское сообщество. 25 лет назад полтора миллиона крымчан, или 93% проголосовавших, высказались за восстановление крымской автономии в составе СССР. Это был первый референдум на пространстве тогда еще единого Советского Союза. Автономный статус позволил сохранить мир и согласие в республике противостоять агрессивной украинизации. Мы можем с уверенностью говорить о том, что референдум 1991 года заранил в крымскую почву семена крымской весны. Это был наш первый шаг на долгом и трудном пути домой в Россию. Он завершился историческим референдумом 16 марта 2014 года, на котором за воссоединение с исторической родиной проголосовали почти 97% крымчан, пришедших на избирательный участок. Несмотря на санкции, транспортную, водную и энергетическую блокаду, Крым продолжает развиваться. Нам предстоит продолжить курс на модернизацию экономики и социальной сферы на выполнение федеральной целевой программы экономического и социального развития полуострова до 2020 года. Общими усилиями мы справимся с этими масштабными задачами. Мы гордимся нашей великой родиной и нашим президентом. Крым – неотъемлемая часть России. И это навсегда. С праздником! Сергей Аксенов также призвал всех россиян в честь Дня Республики присоединиться к акциям в ответ на политику ряда социальных сетей, в том числе Facebook, до сих пор позиционирующих Крым как территорию Украины. Социальные сети сегодня не только неотъемлемая часть нашей жизни, но и важный инструмент влияния на общественное сознание. Это не мелочи, это часть политики санкций, информационной войны против нашей страны и нашей республики. Призываю неравнодушных людей, патриотов Крыма и России использовать хэштег «Крым Россия навсегда» в сообщениях, касающихся Крыма. Давайте объединимся и покажем, как мы любим наш родной край, как мы любим Россию.